Здравствуйте! Меня зовут Андрей Дреер. Это программа «Коммунальный патруль» и смотрите в этом выпуске. Греют жителей или поселок. На южном трубе с горячей водой годами стоят без утеплителя. Голубая мечта. В Бобровке уже два года стоит новый газопровод, но в домах топлива нет до сих пор. Отапливать улицу это мало кому понравится. Жителям поселка Южный не нравится точно. Уже несколько лет их теплосети остаются без изоляции. Посмотрите, как это выглядит. Это трубы отопления в одном из дворов поселка Южный. Можете поверить на слово, одна из них нагрета так, что руку не приложить. Подачу горячей воды с ТЭЦ только на днях возобновили. Можете увидеть, в каком состоянии она находится. Это только часть. Вообще, если все обойти, а это где-то метров 250, 30% этой воздушной линии находится в таком состоянии. По крайней мере, уже два года. Два года здесь живет Борис Яковлевич. Только переехал жить на новое место и удивился. Теплотрасса обогревает не только квартиры, но и улицу. Вероятно, отсюда и такой теплый топоним. Поселок Южный. А зимой как это выглядит все? Она парит? Ну, конечно. Когда снежок идет, красиво пар идет. А пытались кому-то обращаться? Нет, нет, я не обращался. Я все надеялся, думаю, это не в прошлом году. Думаю, так в этом году, может, какой-то хоть не капитальный ремонт, а хоть текущий ремонт произведут. Ну, нет, никаких телодвижений никто не производит. Пенопласты. Низ все где-то поломали. Детвора лазит все. Вверх по арке. Поломано было от ветра. При мне лично отлетали куски. Ветер дул, оно слетало. Изоляцию надземных труб могут испортить дети и ветер. Это должно многое сказать о тех, кто утеплял теплотрассу. Но нам важнее узнать, кто отвечает за ее эксплуатацию сейчас. Я считаю, что это внутреннее, значит, между домами, это, наверное, Южкомсервис, я думаю. Ну, я точно сказать не могу гарантировать, но я думаю, что это внутренние линии, значит, вот это Южкомсервис. Если то, что, значит, подается сюда, до поселка, значит, там, наверное, уже энергетическая компания какая-то. Мы дозвонились до представителей компании Южкомсервис, которая занимается управлением домов. У нас сети начинаются в подвале. Давно они так стоят, вот с этой снесенной ветром изоляцией. Ой, ну я тут четвертый год работаю, это самый четвертый год они так и стоят. Ну, скорее всего, давно, потому что уже вот это самое, от солнечных лучей она разрушена. Давненько. Я думаю, лет 10 как минимум. Здесь около 10 лет, но есть участки еще хуже. Если раньше, значит, отопление поступало с завода «Ротор», там своя котельная газовая была, значит, вот, то в прошлом году провели с ТЭЦ, по-моему, ТЭЦ-2 там это, через борзовую заимку, значит, ну, современные, значит, трубы, значит, современные, изолированные, поставили там на «Роторе» тепловой узел, и теперь ТЭЦ-2, наверное, это снабжает полностью Южный, значит. Ну, вот эти три с лишним километра, значит, мы проедем, посмотрим, в каком они состоянии, там, конечно, гораздо хуже картина, чем здесь. И мы решили доехать, посмотреть. Здесь проблемам с изоляцией, кажется, уже не годы, а десятки лет. При этом, по словам жителей поселка, с которыми мы общались, на стоимости горячей воды и отопления такие теплопотери не отражаются. Выяснилось, теплосети с декабря прошлого года перешли под управление СГК. Прежде эту функцию выполняло муниципальное предприятие «Энергетик». В СГК нам сказали о проблеме, знают и будут решать постепенно, потому что таких голых сетей им по договору концессии досталось немало. Кстати, на стоимости и качестве услуг отсутствие изоляции никак не отражается. Так нам сказали в компании. Но если эта проблема начала решаться, то есть еще одна, с которой мы встретились, снимая теплосети в поселке Южном. Мусор. Следующий сюжет тоже о трубах, только уже газовых. В одном из поселков Первомайского района больше шести лет ждут газ. Больше нескольких лет трубы уже стоят и официально сданы в эксплуатацию, только газа до сих пор нет. Больше 100 тысяч в рублях за установку оборудования, подведение коммуникаций и проектирование газопровода. Этот минимум за подключение газа в Бобровке заплатили многие, в том числе пенсионерка Людмила Колесникова. Но и она, и односельчане годами продолжают топить дома углем и отдавать круглые суммы за подогрев горячей воды бойлером. У меня муж еще живой был. И мы, он говорит, торопись, сделай, а то одна не сделаешь на свою пенсию. Ну и торопились. А вот два года назад он умер у меня. А газа до сих пор нет. Пенсионерка все ждет. Хотя контракт на строительство газопровода был подписан еще в 2017 году. Подрядчик, по его словам, все выполнил. А заказчик строительства, администрация Первомайского района, результаты проверил, работы принял, даже заплатил за них. Подписал почти все бумаги, обводив эксплуатацию, но не до конца. Хотя сам же попросил прислать на подписание самый главный документ. КС-11 это акт законченного строительства объекта. Работы были выполнены, акты были подписаны, деньги были выплачены полностью за проект. Ну, это было логично на самом деле. Своей стороны мы отправили данный акт на подписание, и до сих пор он не подписан. Без мотивации. Представители подрядчика боятся. Возможно, акты не подписывают, потому что пока юридически работа не закончена, за коммуникацию отвечает именно исполнитель. И сейчас как раз он должен ликвидировать 233 технических нарушения. Но у исполнителя еще один вопрос к администрации района. Зачем винить в плохой работе после того, как деньги за нее выплачены? Ведь администрация винит в проведлении именно подрядчика. Естественно, в первую очередь виноват застройщик, виноват подрядчик Томска госпецмонтаж. У нас на сегодняшний день акт ввода объекта в эксплуатацию не подписан, КС-11. Мы пошли в суд о взыскании определенной суммы денежных средств подрядчика. И все это с уже подписанными в 2018 году документами. Юридический газопровод в Бобровке уже давно исправен. Газ пускай хоть завтра. Просто работает он только на бумаге. Это жителей и раздражает. Местная власть, я высказываю свое мнение, а не чье-то, господин Иванов, господин Николин, это бездельники, словоблуды. То есть я их слушал, да, говорили много, красиво, ничего не выполнили из своих слов. Только одни слова. Я никогда не думала, что мне придется узнать, что такое сиделки, что такие мухты, как они варятся, какое давление должно быть в системе. То есть, ну, учитывая те проблемы, которые были выявлены, соответственно, пришлось это изучить. То есть результат того, что мы сегодня с вами общаемся, вернее причина, это отсутствие адекватного, грамотного контроля как в период строительства, так и, соответственно, в период уже сдачи в эксплуатацию. Интересно, что как только мы отъехали от администрации района, ее представители тут же захотели пообщаться и с жителями, и с подрядчиком. На какие темы говорили, не знаем. Кстати, и сам исполнитель, и администрация района пообещали, что объект будет сдан уже через несколько дней. Видимо, когда устранят две сотни замечаний. Но скоро ли газ пойдет по трубам? Вопрос. Обращайтесь к нам со своими коммунальными проблемами. Звоните по номеру телефона или оставляйте заявку на сайте. Мы приедем, снимем, и, возможно, это поможет в решении проблемы. А пока, до встречи в следующий вторник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова